Всем привет, я Василий Терентьев из rustus.com. С нами сегодня Олег Ершов, талантливый звукорежиссер из Украины. Сегодня мы поговорим о сведении мастеринги. Итак, первый вопрос. Привет, Олег, как дела? Привет, Василий, всё нормально. Как, по-твоему, существует ли некое идеальное звучание, или не стоит вообще гнаться за идеалом? Самое главное делать фирменный, качественный звук. Ну, как тебе сказать, фирменный, качественный звук – это тоже довольно большая условность. У меня, к примеру, есть некий эталон фирменного звучания. Я его, можно сказать, слава богу, получил в 2007 году, когда вышел альбом Корна «Untitled». Вот он у меня какой-то некий такой ориентир правильно сведённого микса. Он и не совсем роковый, и не совсем электронный, то есть что-то такое среднее, что-то такое непонятное, но вот я на него хорошо ориентируюсь. А вообще, как сказать, нужно исходить из трека, сам трек подскажет в конечном результате, готов он или нет. И, не знаю, я считаю неправильным подход, когда многие применяют мэтчинговые эквалайзеры к трекам во время мастеринга, то есть подгоняют свой трек к какому-то уже коммерческому треку. Я считаю, что нужно в каждой работе, которую делаешь, добиваться какого-то уникального звучания, а не подстраиваться под какой-то ориентир. Конечно, есть определённый формат громкости, формат психоакустический, то есть чтобы пространство было, хорошо был скомпенсирован микс, но это субъективные какие-то вопросы. Понятно, тоже согласен с тобой. Как вот определить, готов ли микс? Сведён он или отмастерен? То есть получено ли готовое звучание, какое необходимо? Или стоит ещё дорабатывать его? Ну, не знаю, честно говоря, каждый микс, вот как бы на моём примере, я знаю, в какой момент следует остановиться. Многие начинающие звукорежиссёры, с которыми я встречался, они думают, что трек нужно бесконечное количество раз пересводить, переделывать. Ну, я считаю это неправильным. Когда ты получил звучание, вот ты в своих ощущениях поймал, что трек тебя качает, или наоборот, ну, как бы подносит тебя. Есть какие-то такие внутренние маркеры, к которым следует прислушиваться. Потому что наш организм, ну, как бы звукорежиссёрский, он немножко по-другому устроен, чем у слушателя. Слушатель послушал трек, ему нравится, а нам никогда ничего не нравится. И поэтому вот этот момент микроскопический такой поймать, когда тебе всё-таки микс понравился, и всё, а после этого ничего не делать. Да, отлично, отличный ответ. Вот я слушал некоторые твои работы. Ты добиваешься очень высокой громкости, очень накачанного РМС, но при этом твои треки остаются динамичными. Подскажи вот нашим зрителям, тоже звукорежиссёрам, как ты добиваешься этого? Как к этому прийти? К этому прийти очень просто. Нужно сводить правильные песни. Все работы, которые я делаю, я не беру из-за материал, который мне заведомо не нравится. Я беру материал с хорошими аранжировками, и сама аранжировка, то есть расстановка партий, где-то там одна партия перестала играть, где-то какая-то вступила, они уже создают динамику. Раньше, как бы более древние музыкальные времена, мне кажется, музыка была намного проще, и в этом плане у звукорежиссёра было больше работы, потому что музыка была безжизненная после композитора, в общем-то. Ему нужно было эту динамику в музыку добавить, и поэтому многие старые звукорежиссёры сейчас, они просто как бы потеряли вот это первое в получении звука, потому что продюсеры и композиторы забрали его. Вот как бы так, и не знаю, мне кажется, вот Боб Кац говорит, там, РМС меньше, там, минус 12, это уже пережатый трек, смерть, не знаю, я добиваясь РМС минус 4, минус 3, не могу сказать, что миксы мои пережаты. Но это вот из-за партий. Ещё плюс нужно соблюдать чётко цепочку действий. Я видел многие продюсеры и звукорежиссёры много лимитируют треки, очень любят лимитеры. Я использую лимитер только в максимайзере, в конце. И на некоторых треках, если очень, ну, там, крутая атака у бочки, там, у рабочего, бывает. Но вообще я приверженец использовать несколько компрессоров, цепи компрессоров, которые давят по чуть-чуть. Минус 1 дБ, минус 2 дБ в диапазонах. И в конечном итоге, после цепи, вот повесил на трек компрессор, придавил на 2 дБ, повесил на группу компрессор, придавил на 2 дБ, на мастеринге, да, у меня компрессор, который давит где-то на 2 дБ здесь трек. И потом на мастеринге. Мультибенд компрессор и лимитер. И треки получаются очень ровные, красивые, но не пережатые. А лимитер, он не даёт такого эффекта. Он сильно всё обрезает. Слишком быстро. А каким вот ты максимайзером пользуешься на мастере? До того, как появился айзотоп Озон 5, я пользовался Pro-L максимайзером. Но сейчас, испробовав Озон 5, там вот этот новый алгоритм появился, Intelligent 3 или как-то. Вот он мне очень нравится, потому что там есть много запасов, где развернуться. Там можно выбрать сбалансированная максимизация, крист, пампинг, то есть разные режимы максимизации. Плюс там очень хорошая штука есть, восстановление транзиентов. То есть, если ты уже громкость зажал, чувствуешь, что твои барабаны или перкуссия потеряли атаку, ты немножко транзиенты восстановил, и у тебя трек громкий, но при этом барабаны не скомканные. И не знаю, вот как у тебя, я останавливаюсь в максимизации, когда тарелки перестают, вернее, начинают звучать неестественно. Вот это у меня маркер, потому что высокие частоты сразу человеку слушны, и я останавливаюсь. Как только тарелки начинают звучать неестественно, все, вот это максимальный уровень громкости. Да, правильно. И я тоже в последнее время часто стал этим пользоваться, алгоритмом в новом изотопозвании. Ну, ладно, переходим к следующим вопросам. Вот ни для кого не секрет, что Waves очень популярны, набор плагинов этих. В чем же секрет их популярности, как ты думаешь? Мне кажется, секрет их популярности в стоимости полного набора плагинов. Вот начинающие продюсеры смотрят, блин, хреновую тучу денег стоят плагины, значит, 100% они хорошие. Но еще, как бы, причина их, можно сказать, проверенности, потому что это очень давние плагины. Тот же C1, серия Q, эквалайзеров, они давным-давно, лет 20, наверное, людьми пользуются, и просто, ну, уже, наверное, дело привычка. Но вообще, я не знаю, мне многие плагины в Waves тоже нравятся, и, как бы, новичкам может и встой на них внимание обратить. Как-то так. Да, я согласен. Вообще, я не только Waves пользуюсь, а стараюсь совмещать разные плагины. Вот ты как думаешь, по твоему мнению, хватит ли одного Waves и 5-фильтра, допустим, двух наборов, или лучше, чем больше разных плагинов, пусть даже тех же самых компрессоров 10 штук разных, эквалайзеров 5 штук разных, тем лучше? Или все-таки лучше сконцентрироваться на одном каком-то вот наборе Waves, допустим, 5-фильтр, и все, на этом остановиться? Ну, я считаю, не всегда можно сконцентрироваться на одном каком-то наборе, но лично у меня очень мало плагинов, с которыми я работаю. То есть, от пакета Waves у меня, ну, может, там, 10-я или даже 15-я часть. Фаб-фильтр я в основном использую только Pro-Q и для эффектов Vulkan и Saturn использую. То есть, ну, как мне кажется, можно нормальный звук нарулить даже встроенными плагинами в DAW. Просто иногда, как тебе сказать, нужен какой-то особенный прибор, типа 76-го компрессора или там LA-2A, у которых характерное звучание. Но я не считаю, что нужно иметь парк из плагинов, в которых ты даже не знаешь название. Тех, как у многих бывает. Все фирмы устанавливаются. Моя позиция такая, что все приборы, которые ты используешь, ты должен знать от и до. Знать, на чем их применить, знать, зачем ты их применяешь. И вообще, в последнее время мне очень понравился iZotope Eloy 2. То есть, первый вообще меня не впечатлил, когда вышел. А вот второй, ну, какой-то волшебный плагин. Очень мягкий эквалайзер, очень мягкий компрессор, очень хороший трензиент шейпер. Не знаю, вот я на днях вводил микс, и кроме Eloy, ну, только ProQua использовал, потому что просто я люблю этот эквалайзер. Да-да-да. И на некоторых барабанах 76-й компрессор или DBX 160-й компрессор. Вот весь набор плагинов. Да, вот недавно вышел набор плагинов от Native Instruments. Это просто какой-то сюрприз был. Фирма, которая никогда не занималась обработками, вдруг раз, и свалила нам на голову целый набор обработок. Что ты скажешь вот об их качестве? Это эмуляция аналоговых приборов. Я, когда скачал их, ну, как бы очень скептически относился, потому что я слышал UAD, слышал Waves. Ну, звук UAD и Waves разный. Ну, как бы спорный вопрос, какие лучше, какие хуже. Это только миксы показывают. Но Native Instruments это реальная бомба. Я, как услышал эмуляцию DBX 160-го, ну, это что-то шикарное. Бочку раскачивает просто зачетно. И очень понравился LA-2. По-моему, у Native Instruments, ну, это же SoftTube, кажется, дело. Да-да. По-моему, самая удачная эмуляция. Очень чисто, вплоть до 10 дБ компрессия. Не дает вообще никаких призвуков, ничего такого плохого. Чистые прозрачные миксы очень нравятся. И вот последний трек, какой я делал, я вместо Waves, вместо 76-го и LA-2 использовал именно Native Instruments. Да, отлично. Ну вот, в нашей работе очень большую роль играют условия труда. То есть, наши студии, наши компьютеры, наши мониторы и так далее. Вот, хотелось бы спросить, какие у тебя мониторы и каким материалом ты свое помещение обустроил? Здесь можно будет меня посмеяться. Я свожу все свои миксы в наушниках Cosport Pro за 40 долларов. Я слушал очень много мониторов. Меня разные звукорежиссеры приглашали к себе в студию, чтобы я показал свой процесс мастеринга. Потому что, реально, моя громкость, ну, почему-то всех реально удивляет. То есть, и многие звукорежиссеры приглашали. То есть, я работал и на Yamaha, на мониторах, на Yamaha Audio, на KRK, Genelec. Но, как сказать, мне мои наушники Cosport Pro за 40 долларов, повторяюсь, за 40 долларов, я их, ну, не знаю. Если на что-то променяют, то уже что-то действительно серьезное. Я свои миксы свожу в моно. И мне, ну, как бы, легче всего настроить баланс именно в наушниках. Я пробовал в мониторах, но почему-то, ну, как-то так. Или просто я свои мониторы еще не услышал. Или просто привычка. От наушников я много лет слушал в них музыку. То есть, я знаю, как в них музыка звучит хорошо, как звучит плохо. И, как бы, кроме наушников Cosport Pro за 40 долларов, я использую еще колонки с сабвутором Пою тоже где-то за 45, за 50 долларов. Потому что это, я уже вторую пару их поменял, потому что первые у меня поломали. Но, как бы, я знаю их звучание, знаю, какие нюансы. И знаю, как мои миксы должны звучать в нормальных условиях. То есть, для начинающего звукорежиссера я бы категорически не советовал покупать мониторы или там обустраивать комнату, потому что это отвлекает. Ты встаешь менее сосредоточенным. В плохом контроле ты свой слух напрягаешь до предела. То есть, ты стараешься слышать нюансы. Тебе они не на тарелочке преподносятся, а ты стараешься их услышать. Поэтому, не знаю, покупка мониторов, в моем понимании, это уже от 2000 долларов порог за пару. Вот это уже можно считать покупкой мониторов. А все промежуточное, это, ну, как бы, не знаю, сколько звуков... Ой. Были технические неполадки, мы продолжаем. В общем, ты занимаешься онлайн-сведением и мастерингом. Скажи, какие есть плюсы в сведении проектов других пользователей? Не только своей музыки, а других пользователей. Но, конечно, прибыль, заработок не в счет. Какие другие плюсы есть? Плюсов есть очень много. Первый из которых, ты работаешь с чужой музыкой. Своей музыки привыкаешь, и отношение к ней немножко другое, чем с чужим треком. Чужой трек, ты на него смотришь уже в такой критической позиции. Первое, что делаешь, высматриваешь какие-то недочеты, которые автор допустил обычно. Ты посматриваешь что-то интересное, и, может, иногда даже завидуешь автору, что ты такого не придумал. Ну, то есть, есть свои моменты. И вот такие фишки ты хочешь или подчеркнуть, или, наоборот, убрать. Чего часто не бывает в своих треках. Потому что там что-то дописал, что-то убрал, не совсем, ну, как бы, честен можешь быть собой. А при сведении человека без проблем, это отлично. Плюс, когда ты работаешь своей музыкой, ты зациклен на стиле, который тебе нравится. Потому что, ну, как бы, мы пишем музыку, которая тебе нравится. А когда сводишь что-то другое, оно не всегда тебе может там очень нравиться, или вообще хотя бы чуть-чуть нравится. Я вот недавно трек делал по правой хардкор группе. То есть, абсолютно расистская какая-то штука, ну, такое что-то несусветное. Но мне пришлось разглядеть в миксе и вообще в песне что-то такое позитивное. Я сделал микс, и группу сразу, ну, как бы, в сообществе правого хардкора закатировали. И группа выступала на разогреве у английских и немецких групп. То есть, в Киеве недавно концерт был большой. Ну, скажем, самый большой правый хардкорный концерт в Украине за последнее время. Ну, я считаю, это моя звукорежиссерская победа над собой тоже. Потому что микс мне не нравился. И еще разные люди присылают тебе вообще разностилевые. То есть, что-то может быть рок, что-то может быть поп, что-то хаус, транс. Абсолютно разные треки, и на разном материале больше растешь как звукорежиссер, когда не сосредотачиваешься на чем-то одном. Ну, вот как-то так. Да, интересно. Получается, вот, для каждого стиля есть, как бы, свои сведения и мастеринг. Или самые-самые основы, самые принципы, они подходят для каждого стиля. То есть, неважно, какой, например, стиль присылают, везде, используя свои уникальные техники, приемы, можно свести трек, то есть, микс. Любой. Ну, как сказать, это двойственный какой-то такой вопрос. Потому что можно все миксы свести абсолютно по одному алгоритму, используя те же обработки, те же эффекты. Но это не всегда будет на пользу самому миксу. Нужно двигаться вот от демо. Ты послушал демо микса, и потом уже видишь, какие нужно использовать плагины. Но все равно база остается одна. Эквализация, компрессия, пространственная обработка. То есть, от этого никуда не уйдешь. Тебе часто попадаются капризные клиенты, которые постоянно просят что-то доработать. Или вот как с ними быть? Нужно гнуть свою линию, доказывать свою правоту, либо как-то под них технично подстраиваться? Зависит от ситуации. Больше всего капризов у меня бывает из-за того, что клиенты не хотят делать мультитреки. И часто клиенты говорят, я не знаю, или говорят, что вот сделать так. Я говорю, нет, не получится так делать, потому что это навредит песне. И бывает такое. Но в основном, в конечном итоге, я делаю свой вариант микса и делаю такой, который клиент хотел. Вот он выбирает. И он выбирает сам, да? Зачастую он выбирает мой вариант, потому что я как звукорежиссер, считаю, знаю больше, чем он представляем. Потому что, ну как бы... И напоследок, последний вопрос. Что ты пожелаешь начинающим звукорежиссерам, которые только начинают осваиваться в этом деле, в сведении, в мастеринге? Я могу дать два совета. Первый совет — это выберите среду, в которой вы будете работать, секвенсор, не перебирая, не устанавливая тонны, кучи секвенсоров и думая, что что-то изменится. Плюс к этому не устанавливайте кучи плагинов. Для начала хватит тех, которые находятся в секвенсоре. Со временем вы поймете, чего в них не достает и чего вам нужно еще, кроме стандартного набора. И второй совет, думаю, более важный. Сейчас очень актуальная проблема, и вот ты, Василий, сказал, что купить мониторы, обработать комнату, первое, нужно позаботиться о своих ушах. Многие звукорежиссеры, начинающие и продюсеры, очень ленивые люди. И я по себе тоже замечал раньше, что ленился заниматься каким-либо спортом. Наши уши — это очень тонкий инструмент, и его стоит разрабатывать. И второй совет твой какой? И второй мой совет — занимайтесь каким-нибудь спортом. Ваш самый главный инструмент, как звукорежиссера — это уши. В них все завязано на иннервации и кровообращении. Поэтому это кровообращение нужно подкачивать и постоянно его восстанавливать. Так как работа сидячая и, понятное дело, организм устает. Поэтому я вам советую, занимайтесь какой-нибудь гимнастикой. Я, к примеру, занимаюсь пилатесом, и это очень помогает и отдохнуть от работы, и немножко восстановить свой слух. Есть куча других видов спорта, скажем так, йога, разная гимнастика, силовые упражнения. Я настоятельно рекомендую вам заняться этим. Отлично. Ну, да, большое спасибо за ответы, за интервью. До скорой встречи.